И он как бы руководит процессом, то есть говорит, это вот туда отправьте, это вот сюда отправьте. Ну и человек отправляет. В рекламе, к Нагиеву приходят приветики, скелетики, скосы, англосмотики. Я думаю, что много есть видов Адов, то есть в Грии верили в холодный же Ад, Шеолог, холодный Ад, а потом в Гена Огнена, это уже горячий, а у буддистов тоже есть много видов Адов, много видов Раёв. Ну вообще. То есть Вселенная же многообразна, поэтому почему думать, что только один Ад? Мы даже вот в этом мире видим, что есть много всяких климатических зон, стран, поэтому скорее всего после смерти будет много всякого разного. Ну понятно, кто местечко. Разумеется, кого-то в небесную Россию, кого-то в небесную. В небесную Россию, ааа, это я там осталась, я чувствую. Кого-нибудь в небесную Камбоджу. Кстати, когда вы читаете в отношениях про Малу и Луфалим, это идеальный куб. Это вот почему, видимо, мусульмане, в Каабе, мы говорят, куб у них там священный. По размерам, по размерам, и в длину, и в ширину, и в высоту он одинаковый. И там я как бы вот в этом Малу и Луфалиме, где будут все спасённые жить. Потом по Даниилу Андрееву есть ещё как бы локальный, ну типа Раёв. То есть вот Небесная Россия, он прям этот термин упоминает. То есть праведники, которые вот в России были, они потом попадают в небесную Россию. Которые в Европе, они попадают в Европу. И там с единомышленниками, то есть можно с Серафимом Саровским пообщаться, с Сергием Радонежским, если в небесную Россию попадёшь. А если ты там, ну вырос там где-нибудь, ну во Франции, да, ты там с каким-нибудь там, кто-нибудь там, с ГГО пообщаешься, с Виктором. Вот если заслуживает, надо попасть, конечно. И он описывает, как вот куча видов рая, ада, объясняет, как... У него такая интересная концепция ещё, что... Это у кого? У Даниила Андреева в вопросе мира. Что ады, они имеют маленькую мерность. То есть у нас мир, условно говоря, трёх-четырехмерный, а ады, он написан, есть трехмерность, двухмерность, есть даже одномерность. То есть представьте, что занесло плоскость. То есть вы привыкли, как бы, что тут здесь разголи, а там ты живёшь на плоскости, а то и напрямую живёшь. То есть у тебя вообще, как бы, ты настолько сжал, что ты даже пошевелиться толком не можешь. Вот. Это большие страдания вызывает. А в раях, наоборот, там много мерности, то есть больше, чем у нас. Поэтому там можно творить, как бы, наслаждаться жизнью, там всё шукарно, но лучше, чем у нас.